Мы с Александром спонтанно поехали в Молдову. Вернее, я собиралась поехать в Кишинев, а Саша меня отправлять собирался, но в итоге поехал сам. За что ему большое спасибо. Татьяна посмотрела наших детей, и это тоже такое было благословение. И основной целью мероприятия, которое мы проводили, это помочь нашим украинским партнерам выйти из состояния обстоятельств, всех которых, и начать двигаться дальше, ставить новые цели, развиваться. И когда мы провели два дня мероприятия, общались с одним нашим лидером, и она говорит, Оля, все хорошо, все хорошо, но так много о Боге говоришь. И мы с ней, короче, в итоге в 12 ночи, я ей пыталась объяснить, почему нужно говорить людям о Боге. А она меня, короче, ну, короче, мы с ней почти поругались. Два дня классно провели мероприятие, но она говорит, все хорошо, но вы очень много говорите о Боге. И я наутро проснулась, и меня Господь прям выка... Вот так вот все у меня, вот так вот меня всю. Я звоню и говорю, вы меня, говорю, простите, я поняла, о чем вы говорите в 90-е годы. Было действительно очень жесткое Евангелие, и много было всяких и сект, и все, ну, ну, короче говоря, я говорю, ну, вы просто знаете, что я такая. И я по-другому не могу. И вы представляете, человек раскаялся о том, что он... за то, что он переживает, то, что у него в жизни было, что она, работая в акушерстве хирургом, говорит, ты знаешь, говорит, у меня был однажды сон. Я тоже верю, что это определенное через мое... Простите, это была еще одна дверь, открытая дверь к ее сердцу. И она говорит, что, чтобы прокормить детей, она брала делать аборт. И говорит, однажды мне приснился сон. Говорит, как в этом ведре я увидела глаза. И говорит, и после этого мы недоедали, мы недополучали, но я больше не брала вот эти вот. Я только делала то, что там по работе. И я понимаю, что вот, ну, я реально отгребла за мой энтузиазм, за мои свидетельства, на мероприятии, где там очень много было христиан. Нас встречали диакон церкви, нам стулья расставлял. Вот понимаете, да? То есть это было такое Божье благословение. Но вот человек говорил о том, что вот он уважает все религии, ла-ла-ла. Но когда я попросила у него прощения, вот так вот Господь ее еще ближе придвинул к себе. И за это большое ему хвала. И также такое маленькое свидетельство. Где бы мы ни были, я периодически говорю, Господь, все хорошо, я буду служить людям, я буду делать все, что от меня требуется. Но я хочу на служение попасть. Все-таки воскресенье. И вот однажды было это в Москве. Я тоже, мы ездили, работали с людьми, молились, евангелизировали, и по работе работали много. И я говорю, Господь, я хочу служения. И вот вы представляете, мы снимали помещение в отеле. Ни в церкви, ни где-нибудь. И я вот иду по коридорам отеля, где там помещения большие, и я слышу прославление. Я свой компьютер, свои вещи собираю с нашей аудитории и туда. И в итоге мы туда еще привели два наших узбекских друга, которые тоже побывали на служение. И в этот раз была похожая ситуация. Я говорю, Господь, в субботу вечером я уже в ванне. Говорю, все хорошо, но я хочу на служение. И мы воскресенье закончили в обед. И нас чудом просто пригласили в гости вот эти вот люди, с которыми мы делали мероприятие. И нас просто пригласили в гости. Мы приехали к ним, и глава, ну, муж говорит Саше. Саше, пошли, короче, за столом сходим в церковь. Я подумала, интересно, у них тут, получается, дома, где-то там церковь. И они приходят за стол, приносят. Я говорю, это что, в смысле, еще у вас там служение идет? Ну да, румынское. Я говорю, Саша, побежали. И мы прибегаем, короче, в церковь. Там такая огромная, красивая в Кишиневе церковь. И румыны поют. И знаете, вот я хочу посвидетельствовать. Мы с Господом уже с 12-го года, 11 лет. И когда нам рассказали о Боге, я вся была зареванная. У меня столько было покаяния. Хотя всегда воспитывалась в очень таких жестких рамках. Ничего плохого не делала. Но Господь так все, так это было вовремя, что я реально, вот Саше говорила, все, мы едем в церковь. Каждое воскресенье в церковь, в церковь, в церковь, в церковь. Да что тут такого? Правильно, Наталья говорит? Ну, везде есть, ну, пусть не проблемы, задачи, которые надо решать. Но вот эта атмосфера нахождения здесь и сейчас, никакой онлайн, пусть не обижаются там, никакой, ничего, никакой зум это не передаст. И реально вот то, что мы с Сашей имеем, детей, возможности, путешествия, это все потому, что мы каждое воскресенье ищем присутствие реального Бога. И не важно, что происходит. Нравишься ты всем в церкви. Мы очень часто не нравились в церкви людям, потому что мы не такие, как все. Но это нормально, да? Может быть, у каждого... У вас есть ощущение, что вы кому-то не нравитесь? Это нормально, это вообще не важно. Но вот это присутствие, нахождение в реально, где поклоняются люди, оно нас меняет, оно преображает. Поэтому если я пропускаю служение, то у меня просто потом вся неделя я в таких переживаниях. И даже вот на румынском языке они пели песни, у меня все равно поднимались руки, я все равно плакала. Выходил пастор, говорил слово. Я ничего не понимала, но он давал местописание, мы их в Библии слушали, и Дух Святой работал. Ну, проповедь все равно работала в нас, даже если она была на незнакомом языке. Поэтому я хочу прославить Господа, вот то, что Он правильно даже говорит, надо евангелизировать, и даже если мы где-то пересекаем какие-то грани, Господь все выровняет. Господь все выровняет. У нас тоже очень много людей получило свидетельство, мы классно сделали свою, я считаю, Божью работу. И также хочу еще рассказать, что где бы вы ни были, просто говорите, папа, я хочу, хочу попасть на служение, и Он вас разместит, и это будет еще одно свидетельство о вашу копилочку, что Господь, Он реально живой и заботится о нас. Аминь. Слава Богу. Давайте мы испоем, мы нашему Богу поем. Еще раз. Давай, Алла, давай, не ищи Аню. Давай, давайте мы встанем. Я думаю, нам есть за что прославить Бога. Аминь. Аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Слава Богу. Да. Знаете, я вам хочу сказать, у нас самое классное прославление, у нас самая классная группа прославления. Я вот вам скажу, нам даже миллионеры пели, вот наша группа прославления. все равно роднее. Аминь. Слава Богу. Мы нашему Богу поем, Ему к полу вознесем. Мы нашему Богу поем, поем Аллилуйя. Мы нашему Богу поем, Ему к полу вознесем. Мы нашему Богу поем, поем Аллилуйя. Мы нашему Богу поем, Ему к Богу вознесем, мы нашему Богу поем, поем Аллилуйя. Мы нашему Богу поем, Ему к Богу вознесем, мы нашему Богу поем, поем Аллилуйя. Аллилуйя. Цепи разбиты, очи открыты, кости окрепты, и сила пришла. Нет больше смерти, мы победили, ведь ты живой. Мы нашему Богу поем, Ему к Богу вознесем, мы нашему Богу поем, поем Аллилуйя. Мы нашему Богу поем, Ему к Богу вознесем, мы нашему Богу поем, поем Аллилуйя. Мы нашему Богу поем, Ему к Богу вознесем, мы нашему Богу поем, поем Аллилуйя. Славь 예 Богу! Славный Бог! О, славный Бог, О, славный Бог Воскресенье Славный Бог О, славный Бог, О, славный Бог Мы нашему Богу поем, Ему Богу вознесем Мы нашему Богу поем, Ему хвалу вознесем Мы нашему Богу поем, Ему хвалу вознесем Мы нашему Богу поем, поем, Аллилуйя Мы нашему Богу поем, Ему хвалу вознесем Мы нашему Богу поем, Славный Бог, Славный Бог, О, славный Бог Славный Бог, О, славный Бог, О, славный Бог О, славный Бог, О, славный Бог, О, славный Бог, О, славный Бог а мы говорим, что ты Бог, тот, который был, есть и придешь, и ты всегда с нами, и скажи, он всегда со мной, он всегда со мной, где бы я ни был, что бы я ни проходил, мой Бог со мной, мой Бог всегда со мной, Аллилуйя, мы благодарим тебя, Господь, за это чудесное время, и когда мы летели над океаном, мы сколько там, 14 часов летели, знаете, была трудно, лентность, разные такие периоды, знаете, я всегда молилась Богу, я говорю, Боже, если я тебе нужна еще на этой земле, сохрани, и пусть самолет не трясет, так как сильно, Аллилуйя, слава нашему Господу, давайте мы помолимся за финансы наши, да, принесем Богу нашему десяти, ими, Продолжение следует...